ничего не предвещало беды хорошие люди никому ничего плохого на пожаре в бобруйском районе погибла семья лоб в лоб в аварии под слуцком погибли три человека и взял покататься он смог выехать на трассу однако до места назначения не добрался но угодил в грязь а затем и в милицию это сирена громкие чипы за неделю страшная правда из жизни города мы уложимся ровно в 10 минут засекайте взял покататься в кричевском районе угнали audi у жители деревни сычеки увели машину прямо из-под носа транспортное средство было припарковано у дома мужчина сразу написал заявление в милицию сотрудники уголовного розыска установили автомобиль угнал 20-летний односельчанин заявителя ночью он заметил audi зная что сосед автомобиль не закрывает и ключи оставляют в салоне решил воспользоваться ситуацией он смог выехать на трассу однако до места назначения не добрался на крутом повороте не справился с управлением и съехал с обочины в поле вблизи деревни сетная автомобиль завяз в грязи а сельчанин выбравшись из него отправился домой пешком в отношении подозреваемого в угоне молодого человека следователями возбуждено уголовное дело вопрос жизни и смерти в обруйском районе погибла пожилая семейная пара предварительная причина пожара неосторожное обращение с огнем в деталях чп сейчас разбирается следственный комитет с места трагедии карина гуревич праздничное воскресенье для боровинки обернулась настоящей трагедией новость о страшном пожаре в садовом товариществе долетела даже до тех кто уехал в город смерть пожилой семейной пары буквально повергла всех в шок хорошие люди никому ничего плохого ну-ка я как знаю сколько столько лет почти 40 даже под 50 еще мой отец с ним дружил работяги милиют еще участок все время работали дом вспыхнул в половину одиннадцатого к моменту прибытия спасатели и пламя перекинулось на баню и два сарая на втором этаже огнеборцы обнаружили тела хозяев мужчине было 75 женщине 76 следователем с привлечением специалистов управления государственного комитета судебных экспертиз по могилевской области сотрудников мчс проведен осмотр места происшествия опрошены очевидцы соседи и родственники погибших назначен ряд экспертных исследований до недавнего ухоженный дворик совсем скоро порастет травой на улице кирпичи угли и остатки мебели на вопрос что произошло соседи пожимают плечами пенсионеры не курили не пили и всегда следили за участком эксперты не отрицают причиной гибели могло стать неосторожное обращение с огнем вчера уютная гнездышко с фонтаном и качели во дворе сегодня обугленная коробка без окон и дверей крыша обвалилась частично обрушились и стены о деревянном балконе напоминает лишь обгоревший каркас еще один необычный случай произошел в субботу на пушки на женщина получила ожоги 70 процентов тела крик за забором услышали соседи сразу же бросились на помощь как позже выяснилось пенсионерка не заметила во дворе самодельный мангал и на него упала ее госпитализировали работник мчс напоминает что самой распространенной причиной пожара является неосторожное обращение с огнем в частности при курении также спасатели напоминают и про отопительные элементы за которым нужен по-прежнему уход ведь еще отопительный сезон продолжается в бобруйские районе пламя уже унесло жизни 14 человек масштабах всей страны почти 300 среди них два ребенка каждая трагедия очередное доказательство огонь ошибок не прощает слудском районе в дтп погибли три человека 18 апреля около трех часов дня на дороге границы российской федерации кричи в бобруйской воцевичи по предварительной информации водитель лады выехал на полосу встречного движения где лоб в лоб столкнулся с автопоездом в ковушке три человека погибли один доставлен в больницу кошмар наявом милиция продолжает поиски мамы младенца которого нашли в лесополосе на улице чеплыгина тело новорожденного обнаружили вечером 12 апреля мальчик был завернут в женскую комбинацию полиэтиленовый пакет роды как сообщается проходили не в больнице сотрудниками воды бобруйского горисполкома проводится комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности биологической матери связи чем обращаемся гражданам обладающим какой-либо информации о женщине которая имела явные признаки беременности а в настоящее время такие признаки отсутствуют как и новорожденные если вы владеете какой-либо информации обращайтесь по номерам телефонов которые указаны на ваших экранах анонимность гарантируется ушла из дома и не вернулась 15 апреля вольпина бронислава абрамовна 1950 года рождения ушла в неизвестном направлении из дома на улице тухачевского на вид женщине 70 75 лет рост 165 170 сантиметров худощавого телосложения волосы седые до плеч особые приметы сут улице на голове повязка из белого бинта это была сирена но больше новостей ищите на нашем канале в ютубе и соцсетях и кристина риянс увидимся через неделю